Привет! Сегодня снова внеочередной ролик, но молчать я больше не могу. Это что-то за гранью. Шесть лет прошло, а я только вчера узнал о самом грандиозном открытии 2018 года. Это усадьба Манитра. Она расположена в 11 километрах к западу от Керчи. Это самая крупная из найденных усадеб Боспорского царства. Ну и давайте сразу к делу, а точнее на карту. Вот вы сейчас видите перед собой восточную часть Крыма, Керченский полуостров. Это то самое место, на котором располагалось Боспорское царство. И это то место, где началась его история. Керчь сегодня это большой город, он растянулся вдоль пролива. И фактически в его черте находятся сразу четыре античных полиса. Это Пантикопей, вот здесь на горе Митридат, самый крупный город на проливе и столица Боспорского царства. Это на юге Теритака и Нимфей и на севере Мермекий. Они давно и хорошо известны, хотя там есть еще что покопать, но в целом представление о них у историков сформировано. Расстояние между ними, кстати, небольшое. От Пантикопея до Мермекия семь с половиной километров, до Теритаки больше двенадцати и от Теритаки до Нимфея примерно шесть с половиной. То есть в пределе двух часов каждое расстояние можно пройти. В общем-то это соседние города. Известно также, что вокруг всех древнегреческих полисов находилась сельскохозяйственная округа. Греки называли ее хора. Это многозначное слово, оно может означать и место, и пространство, и некое земельное владение, и даже страну, и в том числе деревню. Как правило, на территории вот этой хоры земля была разбита на участки. Вот эти участки назывались клерами. Вообще слово клерос означает жеребий, что указывает на способ распределения наделов. Соответственно, когда тот или иной гражданин получал свой клер, свой надел, он мог построить там усадьбу. Жил-то он, скорее всего, в городе, а в усадьбе или сам появлялся, или управляющего нанимал. Усадьбу называли ойкос, в общем-то дом. Отсюда, кстати, происходит слово экономика, поскольку ойкос – дом, а номос – закон, то есть закон ведения домашнего хозяйства. Ну и вот таких усадеб археологи нашли много. Сегодня Восточный Крым довольно засушливый, но в те боспорские времена, 2500 лет назад, это был один из центров производства зерновых культур. Причем его именно так знали, например, в Греции. В Афинах закупали боспорский хлеб в больших количествах. На этот счет географ Страбон писал, что к востоку от города Феодосии следует плодородная область, которая тянется до Пантикопея, столицы боспорцев. И затем еще особо отмечает, что вся эта земля богата хлебом. Изначально, когда греческие поселенцы появились в этих краях, они не особо интересовались зерновыми культурами. Но когда стало понятно, что спрос на хлеб есть, и на этом можно сделать неплохой бизнес, боспорские купцы начали искать новые способы производства зерна, а цари боспорские начали присоединять территории, на которых можно было хлеб выращивать. Первым территориальную экспансию начал Сатир I. Это был третий по счету царь из династии Спартакидов. Он правил в 433-389 годах до н.э. И в 405 году он подчинил город Немфей. А в 390-х взялся за Феодосию. У нас, к сожалению, нет портрета этого царя, но вот есть монеты, чеканенные при нем. Вот, например, такая серебряная монета со львом и надписью «Пан-Ти» в четырех квадратах. А вот другой вариант. Здесь лев и барашек с теми же буквами. А вот здесь мы видим льва, барашка и осетра. Ну и, наконец, изображение Сатира, в смысле лесного духа, вместе с бараном. И вот на этой мы видим Сатира и осетра. Это основные типы монет, которые чеканили в правлении Сатира I. И, как говорят нам археологи, копавшие монетру, усадьба появляется именно в его правлении. В конце V – начале IV века до н.э. Правда, судя по всему, усадьба не была центром производства зерна. Но давайте обо всем по порядку. Как ее нашли? А нашли ее благодаря Крымскому мосту и трассе Таврида. Это грандиозное сооружение. Их строительство требовало большой подготовки. В том числе, перед началом строительства нужно было провести археологическое исследование вдоль будущей трассы. И в 2016-18 годах оно было проведено. За это время открыли 90 археологических памятников, в том числе нашу усадьбу. Она расположена рядом с поселком Октябрьское. И там же неподалеку есть небольшая гора Манитра, которая и дала название усадьбе. На ее территории планируется сделать в будущем музей под открытым небом. А пока что раскопки уже проведены, и для сохранности руины засыпали песком. Археологи подняли там достаточно много артефактов, и самое главное, теперь есть данные по архитектуре этой усадьбы. Это очень большой объем информации, который нужно систематизировать, анализировать и так далее. А на данный момент я нашел только одну публикацию на тему Манитра. Это статья от 2019 года. Так что будем ждать результатов более подробного анализа, будем ждать появления новых статей. А пока что расскажу вам то, что известно на текущее время. Усадьба появилась в конце V века до н.э. Ее перестраивали в середине IV века до н.э. И прожила она до начала III века до н.э. То есть примерно до того времени, когда сарматы вторглись в скифские степи, прогнали их, и после этого скифы в большом количестве зашли в Крым и начали там безобразничать. На боспорских границах в том числе. Но на усадьбе нет следов разрушения, нет следов пожара, нет следов боевых действий. То есть, судя по всему, жители просто в какой-то момент все увезли, все ценное, и покинули усадьбу. Сама по себе она была очень большой. Это самая большая из всех найденных боспорских усадеб. Ее площадь больше 5000 квадратных метров. Вот если вы посмотрите на экран, то увидите, что усадьба представляет собой прямоугольник. Она состоит из 40 помещений, которые группируются вокруг 10 дворов. Причем наружу выходят только стены, а вся жизнь внутри. Тут есть и парадные дворы, и хозяйственные. И вот вокруг них построены жилые помещения, а также хозяйственные постройки. Все очень тесно, все построено вплотную. В западной части был, видимо, главный двор. Вот на этой схеме вы видите планировку. Почему предполагается, что здесь был главный двор? Потому что он вымощен и окружен галереями. И археологи предполагают, что здесь могла быть и колоннада. Ну а с восточной стороны были преимущественно хозяйственные постройки. И это все очень необычно. Как правило, в боспорских усадьбах есть один двор, и вокруг него помещение. А тут почти целый город. Причем, как вы видите, планировка очень сложная. И на первый взгляд даже непонятно, где тут и что могло быть. Но на то археологи и археологи. Чтобы расследовать прошлое, и чтобы из самых пустяковых находок делать выводы. Тем более, что эта усадьба дает уникальный материал. У нее потрясающая сохранность. Причем в ней находится весь комплекс связанных построек. Здесь найдена и хозяйственная зона, и загоны для скота, и некрополь. Все на свете. Сначала археологи предполагали, что эта усадьба была эмпорием. Так греки называли торговые поселения, где не только производились различные товары, но и продавались. Но по мере раскопок стало понятно, что это не так. Поскольку у эмпория должны быть площадки для погрузки и выгрузки товаров, должны быть склады. И обычно все-таки эмпории строили у морских берегов. Поскольку, ну как ни крути, морем транспортировка получается и проще, и дешевле, чем по суше. А наше поселение, напомню, в 11 километрах от Пантикопея. До моря далековато. Потом обнаружили тарапаны. Если вы были в Херсонесе или на Мангупе, то знаете, что это такое. Это специальные каменные прессы, на которых давили виноград, чтобы получить из него сок и превратить затем в вино. Причем тарапаны обнаружены в усадьбах, которые на схеме помечены цифрами 1 и 2. Предполагается, что там, в этих дворах, занимались производством вина. В центральном же дворе усадьбы были обнаружены ямы для хранения чего-то. Возможно, это были зерновые ямы, потому что такие, в принципе, находят в боспорских усадьбах. Но вот как служили эти ямы, неизвестно. Судя по тому, что на усадьбе нашли каменные ступки, то зерно здесь было. Его мололи и превращали в муку. Но нельзя пока что сказать, выращивали ли здесь хлеб. Или же его привозили откуда-то и хранили здесь. Вот это один из вопросов. Кроме того, немного западнее были обнаружены стойла и загоны для скота. Обратите внимание на эту круглую конструкцию. Вот это как раз и есть загон. Он большой, метров 60 в диаметре. Рядом с ним был построен бассейн, который использовался как паилка для скота. Он помечен стрелочкой. Размером бассейн был 5 на 10 метров. Вот эти два факта говорят о том, что усадьба в целом специализировалась на производстве вина и скотоводстве. При этом, судя по всему, она не была рассчитана на большой объем производства. Это скорее не товарное производство, а что называется для собственного пользования. Хотя на территории усадьбы были обнаружены гирьки. То есть что-то там все-таки продавали. Гирька – это вещь, которая всегда использовалась в торговле для того, чтобы отмерить точное количество товара. Третий факт. Это то, что построена была усадьба с учетом розы ветров. Так, чтобы во всех помещениях был свежий воздух. А также по ней были проложены каменные водостоки, чтобы дождевая вода не затапливала усадьбу. А это уже требует серьезной работы очень умелых мастеров. И очень недешевых. Чтобы все рассчитать, чтобы сделать, все нужно обладать высокими профессиональными качествами. Кроме того, все постройки были покрыты боспорской черепицей. А как известно, простые люди предпочитали обходиться более дешевой крышей. Например, из соломы. А черепица – это дорого. Вот все эти факты наводят на мысль, что хозяином усадьбы был очень богатый человек. И построили ее не для товарного производства в первую очередь, а скорее в качестве этакой загородной дачи. Куда можно было выехать, отдохнуть. Тут есть мясо, есть вино. Наверняка овощи и фрукты тоже были. И опять-таки, вымощенный плиткой центральный двор с предполагаемой колоннадой указывает на то, что это место было предназначено для приятного времяпрепровождения в первую очередь. Ну и про запас. Конечно же, здесь изготавливали вино и, видимо, другую продукцию. В том числе, чтобы семья хозяина ни в чем себе не отказывалась зимой. Ну и, как я уже сказал, скорее всего, что-то продавали все-таки. Гельки просто так не появляются на территории усадьбы. Во время раскопок на территории загона были найдены керамические обломки. Это обломки амфор. И, судя по их виду, и судя по клеймам на ручках, амфоры были в прямом смысле заморскими. Их делали в Синопе, в Гераклее, а это северный берег Анатолии, сегодня в Турции, а также на островах Эгейского моря. Что везли в амфорах из этих мест? Обычно в амфорах транспортировали оливковое масло и вино. Что касается оливок, они до сих пор в Крыму не растут. Хотя, насколько я знаю, селекционеры вроде бы уже вывели какой-то морозоустойчивый сорт оливок, который будет расти и плодоносить в крымских условиях. Так что в те времена древние вполне могли привозить оливковое масло. Впрочем, вино тоже. Поскольку крымская лоза была относительно молодой и не давала столь качественного вина, как, например, в Греции или в Западной Анатолии, то местное вино было недорогим и обычно доставалось непритязательным людям, не эстетом, а дорогое привозное вино вполне мог пить хозяин усадьбы. И вот возникает вопрос, кто же был этот хозяин? Судя по тому, что содержание усадьбы обходилось недешево, это мог быть или сам царь, или члены его царской семьи, или же какие-то высокопоставленные чиновники, придворные. С другой стороны, непонятно, почему здесь нет предметов роскоши, которые приличны для богатого баспарита. Вот черепица на крюшах есть, а при этом следов штукатурки на стенах не обнаружили. И вот есть суперсложная конструкция, но посуда не премиум класса. Достаточно дорогая, но не роскошная. Это осколки чернолаковой посуды, которую производили в Аттике, на Эгейских островах, в Гераклее, в Синопе. Ну и кроме того, археологи нашли два припрятанных клада из баспорских монет. В одном было 25 монет, в другом 60. Кроме того, кроме этих двух кладов, на территории усадьбы нашли 173 монеты. Все они относятся к периоду между 345 и 275 годами до нашей эры. Вот некоторые из них вы видите перед собой. Теперь, что касается Некрополя. Он находился с восточной стороны усадьбы. Там было найдено 20 погребений, и в них нашли вполне рядовые вещи. Это блюда, это кувшины для погребальной пищи. И, в общем, вывод, что здесь похоронены люди, которые жили и работали в усадьбе. Возможно, это была семья или несколько семей обслуживающего персонала. Они здесь жили, они здесь работали, здесь же умирали, и здесь же их хоронили. Но хозяева приезжали время от времени из Пантикопея отдохнуть, что называется, от столичной суеты. Ну и продукты забрать. Кем были эти люди, эти слуги в усадьбе, сказать сложно. Предположительно, это могли быть или греки, или же эллинизированные скифы. Они как раз проживали в Восточном Крыму и подвергались сильному влиянию греческой культуры. И раз уж мы заговорили про захоронение, то стоит и про религию жителей этой усадьбы сказать, потому что в двух комнатах были обнаружены следы ритуальных действий. Нашли постамент, похожий на основание алтаря, и изображение божеств – Кибелы и Персифоны. Кибелы – это такая-такая богиня, которую, по легенде, отец выбросил маленькой девочкой на горе. И там она выросла в окружении диких животных. Поэтому она считалась покровительницей животноводства. Ну вот, что и еще раз указывает на то, что в усадьбе занимались животноводством. В сельских поселениях изображение Кибелы находят часто. Вот, кстати, статуя Кибелы, чтобы у вас было представление, как она могла выглядеть. Ну и что касается Персифоны. Она, в принципе, олицетворяет растительность посев и всходы. Поэтому ее тоже в сельской местности любили и почитали. Вот, в общем-то, и все, что известно на данный момент об усадьбе Манитра. Она просуществовала около 150 лет. Как минимум дважды ее перестраивали. В ней жили люди, которые занимались скотоводством и винодельем. И, судя по всему, хозяева усадьбы приезжали сюда, чтобы отдохнуть. И вот привозили с собой дорогое заморское вино в импортных амфорах. Но где-то в середине IV века усадьбу перестроили, что затрудняет понимание того, как она изначально выглядела. Чтобы ответить на все возникшие вопросы, нужно время для анализа полученного материала. И нужны дополнительные раскопки. Я уверен, что в будущем их проведут. После чего усадьба будет превращена в музейный комплекс. Появится еще один музей на территории Крыма под открытым небом. И это здорово. А на сегодня все. Хорошего дня, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok